Привет, меня зовут Васанд, и это юбилейный второй выпуск шоу «А что если?». Мы не анализируем футбол, мы предсказываем будущее. Чем ближе чемпионат мира, тем чаще сборная Англии грозилась бойкотировать его. Верилась, конечно, в это слабо, но кто этих англичан знает? Ведь у них и Питер Крауч футболистом считается. А давайте представим, а что если действительно Англия все-таки не поедет в Россию? Не поеду. Итак, представим, что английские СМИ переплюнут сами себя. Там напишут, что перед турниром российские спецслужбы отравили сборную Панамы. Яд оказался в бабкиных семечках, которые тренер вратарей панамцев приобрел в саранской пятерочке. Яд предназначался англичанам, но те по счастливой случайности купили семян в перекрестке. Все, Англия официально заявляет о бойкоте. Чемпионат мира остается без трех львов. Сборную Англии нужно будет кем-то заменить, причем европейской сборной. На ум сразу приходит Италия. Интересно, сколько человек в мире сейчас молятся на такую ликировку. Итак, Италия едет вместо Англии и с перепугу, когда не в 92-м, выигрывает чемпионат. Плюс в том, что Буфон уходит красиво. Минус в том, что Фурсенко решает, что Манчини все-таки великий тренер и возвращает его из сборной Италии в Зенит, подняв зарплату в 10 раз. Англичане в бешенстве. Федерация футбола подает протест. Просят признать чемпионом мира их сборную. Они же вместо нас поехали, говорится в официальном письме. Логично. Не правда ли? Протест почему-то отклоняют. Англия обижается на футбольный мир. Из премьер-лиги выгоняют всех иностранцев. Абрамович перевозит Челси в Анадаль. Цвет настроения чукшей теперь еще более синий. Цвет настроения синий. Уезжают и лучшие местные игроки. В стране меняются правила футбола. Теперь выигрывает тот, кто больше навесил. Все клубы АПЛ охотятся за Дмитрием Камбаром и предлагают ему английский паспорт. Плюс в том, что Камбаров наконец-то уходит из Спартака. Минус основным защитником становится Петкович. 54-летний Питер Крауч отныне главная звезда премьер-лиги. Английские футбольные фанаты за неимением альтернативы дерутся между собой. И нация вымирает. Королева исключает Англию из Великобритании. Англия становится отдельным государством. 78-летнего Питера Крауча избирают премьер-министра. Его первый указ – казнить всех, кто ниже двух метров. Мы в жопе. В стране остается только Крауч. Палача он казнит сам. Кое-кто все-таки пытается помочь. Призывают вернуть Англию в состав королевства и проводить объединенный британский чемпионат. Но проект Газаева проваливается. В мире об Англии, как о государстве, постепенно забывают. В учебниках пишут, что футбол придумали шотландцы. Теперь главный турнир – это чемпионат Шотландии. Дорогие англичане, вот не надо никаких бойкотов. Мы хотим видеть вас на нашей родной индийской, русской земле. На индийской вы уже были, больше не надо. Спасибо. Ну что ж, на этом, пожалуй, закончим. Пишите в комментариях, как вы думаете, что будет, если сборная Англии бойкотирует чемпионат мира по футболу. А еще для ярых фанатов и любителей футбола, ребята из компании Рубис Кукис подготовили специальную серию леденцов со знаменитыми футболистами. Вот у меня в руках Луис Суарес, и я его сегодня покусаю. Леденцы можно заказать в розницу и оптом. Вся информация о производителе у нас в описании. Каждый леденец упакован в красочную обертку и с крутыми шоу-боксами. Дальше обещаем вам еще более безумной фантазии по вашим предложениям. Пока!